8 часов 34 минуты московское время 29 сентября 2021 года я богдан и фиктор объявляю переходе ко второй части нашей с вами конференции той части в которой мы будем обсуждать вопросы которые у вас возникли при прослушивании первой части конференции и так слушаю вас кто первый у нас 29 сентября новые антиковидные ограничения губернатор постановил у меня куплены билеты в театр и филармонию до этой даты задолго могу ли я правильно применить как норму норму права а не возможности что закон обратной силы не имеет в этой ситуации так давайте так насколько я понимаю это ли выключите микрофон отлично значит насколько я понимаю речь идет о следующем вы купили билеты значит на театр и с кем так рассчитывали что вы придете будете спокойно значит воспринимать культурную программу вдруг изменилась ситуация значит некий некий губернатор при отсутствии губерния некий губернатор вдруг появился да губерния нет а губернатор и есть и начинает что-то надувая щеки от своего собственного от своей собственной дури и величия начинает ограничивать права граждан хотя собственно говоря закон и вот такими полномочиями не наделяет да и тем более насколько я понимаю сама ситуация в стране выглядит забавно куча придурков бегает значит бегает и пытается с с этими масками масками защититься а вот значит от какой от какой-то заразы и при этом выпустили не какие-то яды которые вливают людей и после после этого люди начинают болеть еще с утроенность энергии ну как надо действовать пока вас не выгнали из этого из скам так из этого театра в связи с несоблюдением вами каких-то правил ну тогда скам так вы когда будут выгонять тогда вы будете каким-то образом защищать свои права а сейчас насколько я понимаю раз вы купили значит билеты вы являетесь потребителями то когда вы приходите в театр и кто-то будет заставлять вас одевать маски они обязаны обеспечить вас этими масочками пусть они эти масочки вам и дадут а лучше всего пусть выдадут противогазы чтобы вы в противогазах сидели ну представьте себе скажите я приду и буду в противогазе ну естественно когда будут выдавать масочки пусть они обязательно выдадут вам сертификаты на эти маски потребуйте сертификаты что они соответствуют всем значит испытаниям всем всем нормам но только спокойно все без этих без скандалов то и у тебя серега и бывает то и эмоционального зашкаливает а вы попробуйте себя вести как куда вы вот пришли там значит сборище обезьян вы единственный культурный человек среди этих обезьян эти обезьяны будут вот бандерлоги прыгать и предлагать вам различные варианты решения проблем ну похохатывайте на ней только вы естественно улыбку то приклейте себе на лицо вы же извините вы же у нас удавы и ты и серёга серёга тот вообще настоящий удав смотрите не мигающим взглядом на этих обезьян и общайтесь с ними говорите ближе ближе не вижу маски не вижу сертификата качества а то я сейчас нацеплю вас нацеплю вашу маску оказывается она уже обработана различными микробами различными бактериями в том числе к видными где доказательства того что стерильные дело это сейчас круче сейчас не в масках а в чем сейчас а в том что они сейчас не тут не будут пускать без прививки или без вот этого теста который стоит полторы тысячи ну это сейчас пока предположение предположение нет нет у нас уже указ такой еще раз наталья еще раз наталья услышь меня пожалуйста услышь меня и другие участники площадки не следует путать издание указа закона постановления с его исполнением примеры у нас сплошь и рядом вот обратите внимание ты сейчас хорошую тему подняла есть нормы права они изданы то есть указывают правила каким образом следует значит действовать в той или иной ситуации а есть их исполнение и доказательства этого исполнения у тебя сейчас нет доказательств что будет так как как написано в указе что будет так как написано в законе или в постановлении для этого вам нужны доказательства а доказательства это документы то что ты купила в лет, это, скажем, доказательство того, что ты приобрела значит, какой-то ну, оплатила какую-то услугу, которая будет оказана позже, но то, что будут какие-то ограничения введены ну, значит, тебе об этом культурное учреждение заранее тебя об этом не сообщило а раз они тебе не сообщили, то они должны тебе будут обязаны вернуть стоимость этого билета, ну и соответственно, компенсировать моральный вред, связанный с тем, что, извините, я пришла и деньги оплатила, я все сделаю а вы отказываете мне в услуге да мне плевать, что это что издал какой-то губернатор вот берите с этого губернатора деньги пусть он компенсирует мне моральный вред, тысяч пятьдесят пусть компенсирует мне за то, что я бросила все свои дела, приехала примчалась сюда, а здесь какую-то дурь мне демонстрирует какой-то губернатор, он что, сантехник, что ли или кто он, медик, что ли импровизируйте, Наталья вместе с Серегой импровизируйте будьте тупорылыми еще вопросы да, вот как раз вы начали говорить, я вспомнила как раз по поводу определения принятия документов к производству суда вот я снова по своему приказу значит, по поводу исследования доказательств написала, отправила по поводу доказательств бесспорности написала, отправила а вот по поводу того, что нету в документах определения о принятии документов к производству суда вот это еще надо добавить и присвоение номеру дела А вот давайте так, значит, Анастасия. Вот в данном случае вам торопиться сейчас не надо. Вы направили, насколько я понял, два процессуальных документа. Я правильно понял? Да. Решение суда. Составили такой документ и в ежедневном режиме, причем первый день можете, второй день направить по одному заявлению, а потом начинайте подавать такие заявления, если у вас есть возможность, три раза в день. И прямо так и пишите. Буду направлять вам повторное заявление до разрешения вопросов, поставленных мной в поданных ранее заявлениях. Вот это первая часть вашей задачи. До получения документов лучше ничего не делать. Лучше никаких действий не предпринимать в отношении мирового судьи. Вы сейчас собираете информацию о том, что и судебный приказ был вынесен, не имея на то законных оснований. Вы сейчас собираете информацию о недобросовестных действиях судьи. Когда вы получите эту информацию, мы с вами сразу запишите себе. Мы с вами подготовим жалобу о совершении мировым судьей дисциплинарного проступка. Будем направлять ее как в квалификационную коллегию судей, так и председателю вышестоящего суда. Запишите себе. Мы подготовим эти документы и, соответственно, направим. Для чего? Для того, чтобы у нас с вами были доказательства противоправных действий судьи и доказательства ваших действий, направленных на наведение порядка в данном судебном участке. Понятно, Анастасия, до этого момента? Да, вот по поводу проступка. Вы как раз, когда говорили про Карпеневич, что будете готовить, вот я как раз тоже об этом подумала, что у меня, видимо, тоже такая же жалоба должна потом будет быть. Совершенно верно. Будет быть, это хорошее выражение. Будет быть. Запомни его. Так как по первому приказу выносил судья, который временно принял, которая была в войне, значит, секретари заверещали, что это не наше дело и так далее, идите туда. Но я настояла, то есть они приняли, и вот они сейчас якобы мне сказали, что они вернут. Я говорю, хорошо, замечательно, возвращайте, там будем разбираться. И по поводу того, что они сказали, что у нас зависит вынесение не от судьи, а от номера дела. Я говорю, здравствуйте, чья подпись-то стоит в вынесении приказа, кто документы исследовал. В общем, они рты закрыли и тут же приняли. Вот. Вопрос, нужно ли мне дополнительно еще и на свой участок то же самое отправить или нет? Ну, давайте так. В первую очередь вы обращаетесь, и, насколько я понял, там исполнял обязанности мирового судьи. Я правильно поменяю? Понимаю? Да, там был другой судья. Ну, значит, так и обращение у вас должно быть. Судебный участок, номер такой-то, а адресат? Исполняющий обязанности судьи. Вы это указываете? Такой-то? Да, я так и сделала. То есть, участок был тот, куда и было направлено заиндение от руководителя. А судья тот, который поставил, якобы поставил подпись в судебном приказе. Да, да, все правильно. А, значит, это первое. Второе, Анастасия. Когда вы разговариваете, и все участники площадки, когда вы разговариваете с различными секретарями, помощниками судей, вы похохатываете. Почему? Потому что, ну, мы с вами постоянно об этом говорим. А где у них полномочия вступать с вами в переговоры по вопросам правовым? Вы же обращаетесь по правовым вопросам, а у них отсутствует полномочия разрешать правовые вопросы. Когда они начинают говорить, вы их внимательно слушаете, улыбаетесь, смотрите им в левый глаз и говорите, о, сколько вы интересно мне порассказали. Я порекомендую мировому судье в письменной форме все ваши доводы изложить, а мы разберем в общественном движении правосудие в чистые руки ваши доводы и, естественно, выразим свое радостное восхищение вашими познаниями. Обратите внимание, я сегодня выложил на, скажем так, в телеграм-канале, эту самую характеристику Кропеневич, которая рассматривает, мировой судья, который рассматривает дело Александра Сергеевича. Посмотрите внимательно, посмотрите, как ее там характеризуют. Она фактически бегала, прыгала по всем местам, где бы только не работать, лишь бы не работать. Вот такие у нас мировые судьи. Где бы не работать, лишь бы не работать. И вот мы, они везде чего-то щеки надувают от своего, извините, величия, а на самом деле от своей глупости, бездарности и безграмотности, неспособности осуществлять правосудие надлежащим образом. Еще раз вот за правил, когда они говорят, простой вопрос, а вы можете все это в письменной форме изложить, за своей подписью? Нет? Ну, извините, напоминаю, все действия между юридическими и физическими лицами только в письменной форме. Ваши полномочия чем подтверждаются? Вот я сегодня проводил, проследил первую часть конференции. Фамилия, имя, отчество должностного лица, должность, документ, подтверждающий его должность, любого, кто там перед вами находится. И третий документ, который подтверждает его полномочия. О, как вы здесь здорово рассказываете. А теперь документы у вас есть, которые подтверждают ваши полномочия? Вступать со мной в переговоры по каким-либо правовым вопросам или нет? Если нет, значит, чего вы тогда лезете-то сюда? Давайте мне документ подтверждай от представляемого. Кто вы представляете? Вы представляете мирового судью. Пусть он мне представит эти документы. Вот я сейчас подготовлю по этому уведомлению процессуальный документ. И мы направим в Газпром вот этот документ. Посмотрим, что она будет рассказывать нам эта тетка Пономарева. Еще у кого есть вопросы? Виктор, я только что вам на почту только что скинула ответ из суда. Ответ председателя. Очередную душе. Да, но она такая коротенькая. И там кое-что у меня вопросы вызывает. Давайте посмотрим, чтобы прояснить. Ну или правильно ли я там понимаю. Давайте посмотрим. Так, Ситрова верни. Так, на вашу жалобу на бездействие судей Удюковой сообщает следующее. Вынес в определение об исправлении описки в 17 сентября. Купри определения по-глажанскому было действующим законодательством. Нерегламентированы сроки размещения судом соответствующего, так, сети, сведения о совершении процесса по-глажанскому и сведения о исправлении описки, допущенной в решении суда. Сведения о вынесении определения в течение, что не является здесь. Из материалов гражданских следует, что на ваше обращение в электронном направлении в вам процессуальных был направлен, в котором указан номер штрихового почтового и на ваше обращение ответ был направлен. Таким образом, не нашли подтверждения. Направление лицам в копии судебных актов на адресах электронных действующим законодательством не предусмотрено, в связи с тем, копия определения об исправлении описки. Почему не предусмотрено? Как это не... Вот я именно по этому моменту хотела... Отлично. Как это не предусмотрено? Давайте будем писать жалобу на председа... председа... Это, значит, квалификационную коллегию судей. Как это не предусмотрено? Давайте смотрим 35-ю статью Гражданского процессуального кодекса. А зачем она вас вводит в заблуждение-то? Умница нашлась. Умница нашлась. Вот так... Не предусмотрено. Вот. Получая с использованием сети интернет копии судебных постановлений. А также вызов. Вот. Все. Вправе получать копии судебных постановлений. В том числе и с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. В данном случае она фактически пошла на обман. Я правильно понимаю? Да. При том, что я... Давайте будем готовить... Давайте подготовим жалобу на совершение председателем Тихоминского городского суда Павловой. Введение в заблуждение уклонения от исполнения своих обязательств. Введение предоставления недостоверной информации. Более того, ограничение ваших процессуальных прав. Не предусмотрено. Как это не предусмотрено? А что такое? Можно я еще... Давайте, давайте. Вот смотрите, мое обращение было связано с другим определением. У Дюкова вынесло два определения в один день. Одну какую-то про там арифметическую какую-то ошибку, ну типа год 20-й был написан вместо 21-го в решении. А второе определение — это то, по поводу которого я тут жалобу писала об оставлении без движения или там что-то такое. И вот она, ну что они мне поздно ее направили. А тут Павлова сделала вид, что вся речь идет только вот об этой ерунде, об описке. Подождите минутку. Обратите внимание. Мы неоднократно, Ольга, извините, я прерываю, потому что я сокращаю. Для меня это все понятно. Обратите внимание. Она не, это, Павлова не написала, на какую жалобу здесь ответ. Здесь нет требования. В ее ответе нет требования, которые вы, нет тех вопросов, которые вы поставили в своем обращении, в своей жалобе. Правильно я понимаю? Вот смотрите, давайте по порядку. Вот. На вашу жалобу, да, она сообщает. Вот она, вот это пишет. Правильно? Вот она, крупно. Что говорят норма процессуального права? Давайте открываем 225-ю статью. Норма процессуального права вообще это не исполняет. А это судья. Можно было, да хотя и не надо это. Вообще, вот нормы, это закон. Этот закон по аналогии применяется во всех, при взаимодействии с любым органом государственной власти. Должен быть, смотрите, требование, заявленное требование указано. Ваш, это, в ее ответе нет, не указано. Нет, конечно. Вопрос, который вы поставили, о котором выносится ее ответ, поставлен? Все, дальше двигаться-то не надо. Перед вами откровенный мошенник. Ну, не мошенник, а то лицо, которое действует недобросовестно. Но пытается отвечать на те вопросы, которые вы не поставили. Это, кстати, обратите внимание, по этой аналогии, все это прокурорские, судейские, значит, следственные, все должностные лица действуют. Они не указывают требования, которые вы заявили в своем обращении, и не указывают вопросы, которые были поставлены перед должностным лицом. Все, это уже достаточно для того, чтобы понять, что перед вами лицо, которое действует недобросовестно. Вы никогда не получите ответ по существу вопросов, если эти вопросы не нашли своего отражения в процессуальном документе. Это понятно? Ну, все, отлично. Я еще вам жалобу отправляю. Давайте жалобу отправляйте. И вообще, на будущее, прежде чем разрешать какие-либо вопросы, направляем свой документ, который первичный, и производный документ, чтобы мы могли здесь, прямо на площадке, сопоставить и принять грамотное решение в отношении того, каким образом нам следует действовать дальше. Еще у кого-то есть вопросы? Отлично, вопросов больше нет. 9 часов 7 минут московское время, 29 сентября 2021 года. Я, Богданов Викторович, объявляю о завершении второй части нашей с вами конференции и предлагаю встретиться на этой площадочке завтра в 8 часов Москвы. Мы продолжим исследовать процессуальные документы, подготовленные нами, подготовленные нашими контрагентами, нашими процессуальными противниками, а также судьями различных инстанций. Ну и будем, собственно говоря, учиться применять норму процессуального права для того, чтобы нормально, законным образом обеспечивать защиту своих прав, свобод и законных интересов. Я думаю, что каждая наша с вами конференция позволяет вам подняться еще на одну ступенечку в познаниях вот этих хитростей судебных разбирательств, а также взаимодействия с другими организациями, органами при осуществлении своих прав, свобод и защите своих законных интересов. Всем пока-пока, до завтра, до 8 часов Москвы.